Шахта Цольферайн К строительству приложили руки выходцы знаменитой творческой школы Баухаус. Исключительно функциональная, простая и скупая на декорации архитектура. Практичный дизайн, продуманный до последнего вентиля. Недаром именно здесь расположился музей промышленного дизайна. В экспозиции тысячи предметов для жизни. От кресел и столовые посуды до светильников и автомобилей. Все это победители премии Red Dot Design Award. Премия родилась в 1954 году в Германии. Она называлась Домашний индустриальный форум. И должна была дать толчок немецкой промышленности, разрушенной войной. А теперь это одна из самых престижных дизайнерских премий не только в Германии, но и во всем мире. В прошлом году, например, было подано 14 тысяч заявок на участие. 30 знаменитых дизайнеров со всего мира ежегодно решают, какой объект достоин победы в конкурсе и места в музее. Причем совсем не важно, дорогой проект или нет, главное – свежесть идеи. Этот автожир, помесь вертолета и самолета, отличился хорошими летными характеристиками и симпатичным экстерьером. А эта пластиковая швабра порадовала практичностью. В ее ручку вставили емкость для моющего средства, а внизу сделали носик, из которого средство выливается при нажатии на рычаг. Мелочь, а приятно. В нашем музее можно найти совсем маленькие объекты. Никогда не подумаешь, что они могут участвовать в таком конкурсе. Например, это закладки и одновременно скрепки. Очень забавные. Здесь торчат ручки, ножки и хвостик. Сказочная история. Это в прямом смысле доступное искусство. Можно пройтись по керамической плитке, посидеть в кресле или открыть окно. И, скорее всего, через какое-то время эти экспонаты появятся в обычных магазинах. Red Dot – музей отличный от других. Здесь учат видеть искусство в вещах прозаических, полет дизайнерской мысли в предметах очень приземленных. Какой еще музей выставит такой экспонат, как унитаз? А между тем, попробуйте пожить без него. На самом деле, есть различные способы использования унитаза. Европейская, когда мы садимся на него, или азиатская, когда склоняемся над ним. А здесь мы видим такую промежуточную стадию, которая будет удобна и для тех, и для других. А вот пример шведского дизайна. Это огнетушитель. Называется «Огненный слон». И он действительно похож на слоника. У него есть хобот. Он весь кругленький, гладкий. Обычно огнетушители прячут по углам. А этот может стать арт-объектом и стоять на видном месте. Целый павильон занимает бытовая техника. Здесь есть и чайники, и вытяжки, и плиты, и духовые шкафы. И, конечно, короли кухни – холодильники. Чтобы получить премию, прибор должен соответствовать определенным критериям. Быть прекрасным с точки зрения дизайна, с хорошим функционалом, эргономикой. И поэтому этот холодильник марки «Сименс» получил премию. Например, жюри отметила большой ящик. Его можно загрузить полностью, но он все равно будет легко выдвигаться. А внутри есть совсем маленькие удобные контейнеры, куда можно положить разные продукты. К тому же здесь целых четыре климатических зоны. И он очень экономичный. Холодильник «Сименс» разделил пьедестал почета с еще одним холодильником от «Сименс». К фирменному джентльменскому набору из элегантного стиля и экономного расхода электроэнергии добавилась оригинальная конструкция полок. На дверцы они поднимаются и опускаются, в основном отделение раскладываются и выдвигаются. Еще одно отмеченное экспертами усовершенствование – ящик для овощей и фруктов с зоной «Гидрофрэш». Дело в том, что разным продуктам, чтобы дольше сохранять свежесть, нужна разная влажность. В этом приборе ее уровень можно регулировать вручную. А это морозильная камера. Когда открываешь, первое, что бросается в глаза – яркое освещение. Светодиоды не оставляют ни одного темного уголка. Есть отделение с откидными дверцами. Они расположены высоко, и если бы там были обычные выдвижные ящики, доставать продукты было бы неудобно. Есть отделение, в котором лед можно готовить. И еще одно преимущество – просто огромные ящики для хранения продуктов. Причем это отделение можно сделать еще больше, если убрать один ящик и стеклянную полку. Приятный бонус – холодильник и морозильную камеру благодаря оригинальному дизайну можно поставить рядом, и они будут выглядеть как один прибор. Напротив павильона бытовой техники висит еще один интересный экспонат – рабочий стол архитектора Нормана Фостера, пионера в стиле хай-тек. Висит он как дань почтения человеку, который и перестроил этот завод для коксования угля в полноценный музей. В 1996 году сэр Норман Фостер сделал подвесные галереи, и мы получили возможность выставлять много экспонатов. Теперь здесь площадь 4000 квадратных метров, но при этом сохранился до старины, остались и кирпичная кладка, и печи с чугунными дверцами. Из-за такой архитектуры наш музей теперь называют храмом дизайна. И действительно, музей напоминает храм, с высокими потолками, боковыми пределами и даже алтарной частью, над которой закреплен алюминиевый остов современного автомобиля. Храм, в котором свято придерживаются веры в то, что предметы для жизни должны быть функциональными, оригинальными, а главное – облегчать человеку жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok